Привет! Сегодня я хотел бы рассказать про такой интересный объект на Бештау, как Зона Великого Обрушения, или как мы его еще называем, Карьер. Еще в 2018 году я планировал снять полноценное видео, посвященное этому месту, но как-то не вышло. На компьютере осталось немного материала, из которого я и решил смонтировать данный ролик. Карьер привлек наше внимание в прошлом году, когда мы с ребятами из уранового курорта обнаружили урановую минерализацию на дневной поверхности. ЗВО представляет собой относительно обширную зону обрушения скальной породы, под которой схлопнулись подземные выработки системы 21-й штольни, образовав массивные провалы на поверхности, тем самым оголив урановые рудные тела. Доподлинно неизвестно, как и почему произошло обрушение, но судя по архивным фотографиям, Карьер существовал уже в 1964 году, что совпадает с периодом самой активной фазы разработки Бештоворского месторождения. Прибыли мы снова на карьер, и Андрюха нашел какой-то интересный образец, без выключенности кончиков ультрафиолет, без люминесценции он выглядит желтеньким. А в свете ультрафиолета он начинает лиминистировать ярко-ярко-зеленым. Пытаемся его измерить. Крышка открыта, замер условный, альфа-бета-гамма. Придык очень сложно было, поэтому это не только подставить, но значение достаточно низкое. Однако рядышком находится первичка, а положительно цепит. Вот так выглядят его прожилки. Однако по фону они значительно выше. Мощность дозы 1,4 млрентгена в час. Опасно. Чуть выше метров, наверное, 50, находится самая лютая прожилка, которая дает, условно, 20 млрентген в час. Ну-ка, сними показания. Это же Урал. Я знаю. Показания просто в воздухе. Подносим. Подносим. Подносим датчик. За 1000. 911 микрорентген в час. Опасно. И самое интересное, это дневная поверхность Бештау. Это не Штольня. В Штольне даже такого нет. Прислоняем датчик. Мощность дозы 19,4 млрентгена в час. Опасно. 20 тысяч. Только бета, ой, только гамма. В углублении карьера мы нашли ярко-лимонную прожилку, которая очень ярко алиминицирует в ультрафиолете. Желтый сильный радиоактивный минерал действительно является цепиитом. Ярко-лимонный до сих пор остается неизвестным. Есть предположение, что это уранопилийца, но пока это лишь догадки. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок